Всем привет! В этом видео вы видите обзор высокотехнологичной поворотной Wi-Fi камеры от производителя Dahua, модель A46P. Я расскажу о функционале этой камеры, о том как ее подключить и настроить. Ссылка на магазин официального партнера, у которого можно приобрести или заказать установку данной камеры и другого оборудования будет в описании. Это компания People.ua. У них на сайте доступен каталог с описаниями ценами. В конце видео будет предоставлен промокод на скидку в 10% на весь ассортимент магазина, включая и эту камеру. Так что досмотрите это видео до конца. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Хочу представить вам очередную новинку от компании Dahua – IP-видеокамеру серии A46P. В данной камере воплощены возможности, которые до сих пор использовались исключительно в профессиональных устройствах, а именно – высокое разрешение. Эта камера 4-мегапиксельная и имеет расширение 2К. Детализация картинки 2688 на 1520 пикселей. Видеокамера Dahua A46P ведет запись в разрешении больше, чем Full HD с частотой кадров 20 кадров в секунду. Это одна из самых высоких детализаций облачных Wi-Fi видеокамер, которые сейчас представлены на рынке. На выходе вы получаете действительно качественную детальную картинку. Еще одним особым отличием является 265-й кодек сжатия. Он позволяет значительно сократить объем архива почти в два раза, при этом не теряя качество видео. Автоматизированный корпус камеры. Поворотный механизм камеры позволяет поворачивать ее на 355 градусов вокруг оси и на 90 градусов по вертикали. Детальные параметры угла обзора вы сейчас можете видеть на экране. Следующее, что можно отметить, это поддержка облачных сервисов. Все записи, сделанные этим устройством, будут храниться на облачном хранилище. Информация будет сохраняться не только на карту памяти, которую можно вставить устройство, но еще на облако. И вы в любой момент сможете посмотреть его с любого удобного места, просто воспользовавшись интернетом. Облачное хранилище является платной функцией. Для его использования нужно будет оплачивать месячные пакеты. Но в то же время это очень полезная функция. К примеру, при краже самой камеры вы будете знать, что у вас есть архив видео на облачном сервисе. Кроме того, дизайнеры сделали из-за урядного наблюдательного устройства украшения для любого интерьера. Если вы сталкивались с другими подобными устройствами, то могли заметить, что данная модель выполнена в знакомом дизайне роботизированных облачных камер ДАХО. Еще одной особенностью устройства является встроенная функция идентификации движения и лиц, что позволяет проводить более тщательное наблюдение за интересующим вас участком. Также присутствует режим слежения, смарт-трекинг, когда камера автоматически реагирует на движущиеся объекты. Активировав функцию детектора движения, камера будет захватывать объект и преследовать его при движении. То есть будет вращаться за объектом, попавшим в поле зрения устройства. Кроме того, ночью качество съемки не становится хуже, так как в камеру встроена инфракрасная подсветка с радиусом действия до 10 метров. Устройство сможет видеть на это расстояние даже в полной темноте. Как упоминалось ранее, в камере есть слот microSD, в карте памяти поддерживается до 128 ГБ. Такого объема карты достаточно для архива видео около недели, а то и месяца, в зависимости от движения объектов при съемке. Камера предназначена для круглосуточной работы системы безопасности, имеет двухстороннюю аудиосвязь, что позволяет не только слышать человека, а еще общаться с ним, благодаря динамику, которая находится в самой камере. Еще камера имеет функцию оповещения о тревоге. В случае срабатывания датчика движения, вы мгновенно получите уведомление об этом у себя на смартфон, и сразу сможете зайти на камеру и просмотреть, что происходит в реальном времени. Что касается управления устройством, то оно осуществляется дистанционно, с помощью смартфона или ПК. Далее в видео мы попробуем просмотреть функционал камеры в действии. Подключим камеру к смартфону и проверим работу всех возможных функций. В комплект входит инструкция, она здесь на английском языке. Здесь описан процесс подключения камеры к смартфону через мобильное приложение. Также в комплекте идет блок питания, шнурок для подключения питания к камере и еще монтажный крепеж, с помощью которого можно закрепить камеру на потолу. Сама камера состоит из платформы, на которой размещена сама камера. Здесь вы можете видеть объектив, по краям возле объектива находятся диоды, инфракрасные подсветки для работы камеры в темноте. Здесь расположен микрофон и сбоку динамик. И на задней части находится слот по ДСД-карту, сетевой порт RG45 для подключения камеры через витую пару. Она подключается не только по Wi-Fi, а еще через провод, разъем под питание 12 Вольт и кнопка для перезагрузки и сброса к заводским настройкам, либо настройки VPS. Ну а теперь давайте наконец подключим камеру к смартфону. Для этого установите приложение iMole с PlayMarket или App Store. При первом запуске вам нужно будет указать адрес электронной почты и пароль для входа. После чего на почту придет код для активации учетной записи. На главном экране программы будет список устройств. Для добавления камеры нажмите плюс вверху и поднесите камеру к QR-коду на обратной стороне устройства. Затем нужно будет ввести пароль для устройства. Подключите кабель питания к устройству. Подключите ее к своей Wi-Fi сети. Подтвердите, что полоска горит зеленым цветом. После начнется процесс соединения с маршрутизатором. Вам нужно будет увеличить громкость на телефоне и поднести его к микрофону камеры. Вы услышите звук укушки. После успешного соединения приложение предложит задать пароль устройству. Вот и все, камера успешно добавлена. Нажмите здесь кнопку воспроизведения. И сразу же выводится изображение камеры на смартфон. В меню под видео вы можете включить звук, чтобы слышать, что происходит в помещении рядом с камерой. Можно включить максимальное разрешение. Раскрыть воспроизведение видео на весь экран. Активировать джойстик для поворота камеры. После чего ее сразу можно вращать в разные стороны. Можно сделать фото. Включить двустороннюю аудиосвязь для передачи звука на динамик камеры. И включить принудительную запись. Теперь перейдем в меню устройства. Здесь вы можете активировать тревожный сигнал. Чтобы на телефон приходили пуш-уведомления при срабатывании детектора движения. В ARM сеттингс. Включить или отключить детектор движения. Опции смарт-трекинг, о которой я говорил ранее. Расписание работы. Установить дни и часы работы камеры. Чувствительность детектора. Настроить зоны активности. Здесь можно задать те зоны, где должен срабатывать детектор движения и где не должен. Во вкладке Cloud Storage активировать облачное хранение данных. Состояние локального хранилища. Здесь будет отображаться наличие SD-карты. Задать настройки для локального хранилища. Настроить поток видео. Задать высокое или стандартное разрешение. Включить непрерывную запись. А также в главном меню включить индивидуальное шифрование. Предоставление доступа. Возможность добавить пользователей для совместного доступа к камере. Добавить сюда, к примеру, своих близких, чтобы они могли тоже видеть все, что происходит в помещении, где установлена камера. Выбрать часовой пояс. Просмотреть конфигурацию сети Wi-Fi. Включить или выключить световой индикатор. Повернуть изображение камеры на 180 градусов. Полезная опция в случае, когда камера установлена на потаул, а также удалить устройство. Чтобы посмотреть запись, нажмите на главном экране «Три точки». И здесь выберите «Аларм рекорд». Выберите из списка нужные вам видео по дате и времени. И запустите воспроизведение. Здесь его можно промотать или ускорить. А также загрузить себе на телефон. Также вы можете подключить камеру и к компьютеру. Для этого нужно загрузить приложение iMove для ПК с официального сайта. Ссылка будет в описании под видео. Указать электронный адрес и пароль, чтобы войти в программу. Если вы уже подключали камеру к смартфону, то вы здесь увидите ваше устройство. Однако, заново его подключать не придется. Если же нет, нажмите здесь «Add Device». Выберите способ подключения по серийному номеру через Wi-Fi или по сетевому кабелю. Или же включите автоматический поиск, нажав «Start Search». Выберите вашу камеру и нажмите «Add to Current Account». После чего камера должна появиться на главном экране. Здесь по сути все те же элементы управления, что и в мобильном приложении. Так что детально на каждом из них останавливаться не будем. Как видите, все довольно просто и не должно вызвать никаких трудностей. Ну и наконец, поговорим о достоинствах и о недостатках данной камеры. С достоинств можно выделить одну важную особенность. Данную камеру можно запитать даже от повербанка соответствующей мощности. Так как в комплекте есть подходящий шнур. Высокая детализация. 4-мегапиксельная камера дает четкую картинку с расширением больше Full HD. Наличие смарт-функций и кодек сжатия видео 265, который дает возможность записать больше объем видео. Из недостатков нет выхода для различных датчиков, сенсоров и сирен. Нет возможности полноценной настройки без аккаунта. В последнее время много пользователей стали жаловаться на мобильное приложение. Мы же в свою очередь в процессе тестирования никаких проблем не обнаружили. Камера полностью соответствует заявленным характеристикам. Очень удобно, что можно посмотреть удаленно, что происходит в помещении. И есть возможность поворачивать камеру. Функция двухсторонней связи тоже не будет лишней. Как я и обещал в начале видео, специально для зрителей нашего канала при оформлении заказа на сайте компании People.ua введите промокод CATMANSOFTWARE и получите 10% скидку на весь ассортимент магазина. А на этом все. Надеюсь вам было интересно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.